Спасибо огромное за возможность участия, собственно, и в начале своеобразного философского марафона. Ну, что касается темы, да, тут и рекурсивные парадигмы, и автоматически реализованные модели. Собственно, делая некий перевод, тема, которая меня интересует, она находится в области применения результатов, ну, так называемой электронной революции. Здесь с терминами происходит, ну, как бы, я так полагаю, что они находятся в развитии, и существуют различные варианты, цифровая трансформация. И в этой части я, как бы, пробую некий понятийный аппарат, придерживаясь, скажем, соображение о том, что все-таки понятия должны быть семантически наполнены. В части применения цифровой трансформации, ну, собственно, мое мнение какое, что там цифр-то нет, а говоря именно о электронной революции, которая непосредственно связана с появлением электронного пространства, применяя результаты математической логики, можно и, собственно, тот понятийный аппарат, который сформировался в этой области научного знания, можно говорить о, собственно, говоря о электронном, я имею в виду, виртуальном пространстве, как о формальных системах, реализованных электронными автоматами. То есть вот это вот понятие автомата, которое у нас происходит от машин, таких понятий, как машина Кьюринга и машина Поста, то есть это непосредственно понятия, которые из теории формальных систем. То есть я полагаю, что вот это вот электронное пространство, ну, я в дальнейшем буду пользоваться этим понятием, оно, по моему мнению, является, собственно, семантически наполненным. Данное электронное пространство я рассматриваю в качестве средства формализации, почему, собственно, я решил выступить со своим сообщением. То есть средство формализации, в котором возможно существование формальных объектов. В связи с чем возникла такая тематика, собственно, изначально эти вопросы у меня возникли в области общей теории права, и опять же таки связанные, скажем так, с погружением права в электронное пространство. Ну, поскольку электронное пространство народом, скажем так, из теории формальных систем, соответственно, стала задачей синтеза общей теории права и теории формальных систем. Ну, собственно, почему я оказался именно в области философии, это понятно, поскольку, собственно, в системе научного познания философия отведено то место философским основанием в части синтеза. Собственно, результаты, наверное, были, собственно, неутешительные. То есть совместимых понятий, скажем так, в области общей теории права и теории формальных систем, ну, собственно, не существует. Так, в общей теории права это понятие правоотношения, основное понятие в области теории формальных систем, это, ну, наверное, можно сказать, что высказывание. После того, как была выявлена, вот, собственно, вот эта вот ситуация, ну, и в дальнейшем я хочу сказать, что я, как бы, буду оставаться, наверное, в границах вот этих двух прикладных наук права и, наверное, часть математики, которая именуется теорией формальных систем или теорией доказательств. Ну, собственно, почему? Потому что, как бы, и правы, и, собственно, математика в этой части теории доказательств, они являются наиболее формальными областями научного знания. К достижениям теории формальных систем можно отнести, несомненно, это аксиматический метод и понятие алгоритма. К недостаткам теории формальных систем я бы отнес, ну, опять же, я пытаюсь использовать это понятие, как семантическая пустота понятий. Собственно, что, по моему мнению, нашло отражение в такой проблеме теории формальных систем, как проблема логического вывода. Собственно, та операция логической конъюнкции, импликации, ну, она является такой достаточно, ну, в смысле, как формализующий логический вывод, ну, всегда у меня по этому поводу возникали диссонансы. Ну, и, собственно, говоря о теории формальных систем, нельзя обойти вниманием тему, собственно, логических парадоксов и, наверное, парадоксов теории множества. Ну, которые, я думаю, что это объективно, они имеют рекурсивную природу. Ну, то есть, вот и появилось, собственно, слово «рекурсия». Говоря о логическом парадоксе, да, это прежде всего, наверное, такой популярный логический парадокс, как парадокс лжеца, да, то есть и высказывание «лжет ли лжец?» ну, да, с определением истинности или ложности данного высказывания, ну, собственно, возникает проблема. В теории, парадокс теории множеств, наверное, так, чтобы… Это, наверное, парадокс, прежде всего, парадокс Рассела, да, который возникает в ситуации, когда элемент множества рассматривается как множество. Собственно, наиболее ярким проявлением этих… этой проблематики парадоксов, конечно же, явились две теории мы Гёделя о неполноте. Собственно, мое предположение, что, не вдаваясь… Я, конечно, прошу прощения у математиков, потому что, безусловно, теоремы Гёделя – это, я думаю, что является просто шедевром математической, наверное, философской мысли, поэтому достаточно грубая оценка и грубое высказывание, но, надеюсь, как бы семантика, она должна быть понятной, что я связываю это, собственно, с… Всю проблематику, которая была отражена в этих двух теоремах, они касаются неполноты арифметики, да, и существует достаточно широкое толкование результатов этих двух теоремов, ну, второй теоремы Гёделя, да, о том, что установлена неполнота арифметики, которая лежит в основании теории доказательств, тем самым, как бы, ставится вопрос о неполноте, собственно, и практически всех формальных систем, которые основаны на арифметике, форме арифметики пиана. Ну, выводы, как бы, такой, ну, наверное, практически бытовой, да, для того, чтобы нам определить полноту той или иной системы, нужно создавать некую метасистему, для определения полноты этой метасистемы нужно опять создавать еще одну метасистему, и, как бы, ну, здесь же опять проявляются рекурсивные свойства, наверное, свойства, на которые я обратил внимание, собственно, это, ну, я полагаю, что это общее свойство физических объектов, то есть вот рекурсивные природы. Собственно, о рекурсивной природе формальных объектов, даже в той же математике, говорят понятие число и множество, да, число, оно определимо само через себя, да, то есть я говорю в данном случае о ряде натуральных чисел, которые сами через себя определяются. Собственно, вот путем таких размышлений, ну, очевидно, приходишь к выводу о, скажем так, рекурсивной природе формальных объектов. В части антологии формальных объектов для меня, как бы, вопрос закрыт каким образом, то есть если рассматривается, опять же таки, процесс появления либо участия формальных объектов в том же самом, допустим, сознании субъекта, то есть понятно, что эти объекты в формальном виде существуют в сознании субъекта. И, собственно, одна из, один из результатов электронной революции, я так пытаюсь использовать это слово, является то, что создана некая модель сознания, да, и, скорее всего, сознание человека функционирует где-то приблизительно в рамках такой же модели автомата, да, формализации, которая там, то есть человеческое сознание, скорее всего, представляет собой, если мы говорим об электронном автомате, это у нас получается, не знаю, силикона, нет. Ну, условно, человеческий автомат, наверное, углерода реализованный, ну, человеческое сознание представляет собой результат деятельности углерода реализованного автомата, то есть некая такая формализация, поэтому, собственно, предполагаем, что вот все эти объекты, они существуют, да, это отвечая на вопрос существования, либо где они существуют, ну, они прежде всего существуют в сознании, и они, очевидно, формализованы в определенном виде материальном. То есть следующий результат электронной трансформации, который значимый при данных рассуждениях, это он, ну, двоичный код, да, то есть фактически формальные объекты, да, которые, там, я не знаю, это будет многосложная программа, которая будет представлять из себя, там, я не знаю, модель трехмерную в пространстве, да, в результате это просто набор нулей и единиц, да, которые фактически представляют собой число. И число, оно именно в двоичной системе исчисления. Здесь мы избавляемся от, собственно, различных иных систем исчисления, ну, то, что мы пользуемся, десятичной. И, собственно, вот эта вот длинная череда нулей и единиц, она, по моему мнению, говорит прежде всего еще о следующем результате электронной революции, это логическая природа, ну, наверное, в данном контексте, собственно, формальных объектов. Хотелось бы обратить внимание, то есть в связи с понятием алгоритма, которое явилось, которое появилось исторически и связано с выходом, с попытками выхода теории формальных систем из кризиса математики, который был ознаменован со второй теоремой Гёгеля, да, то есть направление развития было принято с использованием формализации фактически понятия процесса. То есть, собственно, и процессуальный вот этот вот подход, он дает достаточно хорошие результаты, собственно, как в праве, так и в математике. И, собственно, в отношении формальных объектов, наверное, имеет смысл говорить о том, что, собственно, формальный объект представляет собой некий процесс, и, собственно, о состоянии которого мы можем судить по, собственно, по состоянию этого объекта там в пространстве и времени, да, как о наборе неких характеристик. Собственно, вот это вот процессуальное толкование как бы объекта, я считаю, что оно достаточно перспективное, кроме того, что в качестве совместимых понятий, это я опять возвращаюсь к попытке синтеза общей теории права и теории формальных систем, все-таки, по моему мнению, должно выступать именно понятие процесса, как формализующего, наверное, вот так вот, в широком смысле понятие объекта. Я думаю, что интуитивно достаточно понимание того, то есть понимание того, что объекты существуют на разных семантических уровнях, ну, оно достаточно интуитивно, как любого человека можно представлять, как множество, ну, как набор множества органов, можно как множество набор частиц, то есть, безусловно, это все связано с той аксиоматикой, в которой происходит рассмотрение там данного объекта, но я думаю, что наличие вот этих вот семантических уровней формализации объекта, оно достаточно объективно, по моему мнению. Собственно, возвращаемся к развитию рекурсивной парадигмы. Собственно, рекурсивная природа формальных объектов, она, собственно, диктует или указывает то направление, в котором должно развиваться, по моему мнению, научное познание. Собственно, опять же сейчас к проблеме в основаниях математики, поскольку все-таки математика в настоящее время, в теории доказательств, она представляет работу с символами. То есть формализация происходит на уровне символов. И одно из так называемых электронных расширений вот этой вот электронной революции, по моему мнению, заключается в том, что электронное пространство предоставляет средство формализации в виде, ну, в смысле, оно представляет собой средство формализации, которое по своим возможностям гораздо превосходит символьное представление, ну, информации, можно говорить, можно сказать, а символьное представление объектов. И самое главное, что в электронном пространстве есть возможность отразить структуру, ну, либо семантику, иными словами, достаточно сложную объект. Тем самым, вот реализованные модели, по моему представлению, они могут получить, собственно, доступ к семантике. И тем самым, по моему мнению, вот эта вот семантическая проблема, которая находится в основаниях математики, есть, то есть, возможно, она получит свое решение. Ну, безусловно, вот, по моему мнению, как бы актуально формирование именно вот рекурсивной парадигмы, мне представляется, что это должно произойти именно в области философских, либо в философских, в основаниях наук. И именно отсюда эта парадигма, она получит достаточно хорошую, то есть, результатом реализации данной парадигмы, по моему мнению, будет являться то, что в рамках рекурсивной парадигмы, возможно, будет построить электронно реализованные модели, в рамках которых смогут существовать семантически наполненные формальные объекты, и которые, модели я имею в виду, могут иметь эффективную реализацию во множестве прикладных наук. Ну, в данном случае я в первую очередь имею в виду, ну, безусловно, право, наверное, ну и, собственно, есть некое предположение, что математика может получить в части теории доказательств свое, скажем так, электронное расширение. Ну, собственно, по тезисам, наверное, все, я с удовольствием отвечу на вопросы и в рамках дискуссий. Спасибо огромное. Андрей, спасибо большое. Коллеги, есть ли у кого-то какие-то вопросы, реплики, замечания? Добрый день, если позволите. Вопрос на уточнение Марка Нчаренко. Да, конечно, Марка, с удовольствием. Именно на уточнение формальный объект-процесс, это процесс, процессуальное понятие, можно уточнить? Спасибо. Ну, собственно, здесь, наверное, явилось результатом определенного рода размышлений о том, что, ну, наверное, что мы представляем. То есть здесь, наверное, рассуждение определенным образом по аналогии, да, то есть говорить о том, что какие бы в нашем восприятии объекты имеют, то есть представляют определенного рода константу, да, ну, даже вот в отношении, допустим, там, человека. Ну, я думаю, что это не так, да, то есть он изменяется, он там растет, то есть происходят некоторые изменения. Конечно, вот говорить, допустим, о человеке, как и формализовать его, как некое, там, допустим, число, ну, наверное, это, ну, как бы это определенная модель будет, безусловно, но, скажем так, с точки зрения, наверное, точности формализации, она будет, как бы, недостаточной. Поэтому вот это вот рассмотрение объектов в качестве процесса, оно, мне кажется, достаточно перспективным, ну, как бы, используя понятие процесс, применительно к формальным объектам. То есть тем самым мы имеем возможность наблюдать объект, ну, в пространстве и времени, как минимум, и, собственно, и судить по состоянию, как набор характеристик. То есть вот эта некая формализация, она имеет, по моему мнению, достаточно хорошую перспективу, и как вот, собственно, вот этот вот так называемый процессуальный подход, ну, наверное, к исследованию формальных объектов. Спасибо. Это мое мнение, да. Спасибо. Спасибо, Марка. Коллеги, есть ли еще у кого-то вопросы? Если вопросов нет, то тогда давайте поблагодарим нашего докладчика. Андрей, спасибо большое. Спасибо большое за лаконичность.